всем добрый день доброе утро уважаемые друзья и коллеги рад вас всех приветствую 28 июля четверо второй цикл месячных контрактов евро доллара и так чтобы увидели вчера неплохой американский импульс по направлению главного импульса в общем то ничего сверх ординарного мы не увидели есть простая логика целевые ориентиры не достигнуты коррекционного нисходящего противоположного импульса не обнаружено и по факту мы идем по основному сценарию уровень текущего баланса 0196 является поддержкой но безусловно как я ранее обозначил уровень т5 будет выглядеть более грамотным более правильным и целесообразным для основных покупок или как минимум для продолжения есть целевой ориентир 1 0343 думаю достигнем его пятницы и результат восходящего импульса в последнем третьем цикле будет реализован фунт доллар фунт доллар также идет совершенно по плану единственное что здесь обидно без сделки на зациклился на другой паре и по факту до хотел бы акцентировать момент на том что момент смотрите как красиво до зачастую не всегда так красиво но это основной все-таки принципы адверза в первом временном цикле получить максимальный результат за быстрое короткое время и реализовать главный целевой ориентир восходящего нисходящего импульса здесь это в крайне красочно так скажем описала цена что на данном этапе первый цикл имеет достаточно высокие до серьезные границы и по факту думаю что пробьем с высокой долей вероятности возможно с более глубокой коррекции но будем идти по глобальному до с критичным экстремом я имею ввиду импульсом и реализуем главный целевой ориентир 2328 он следующий как скоро как быстро пока не знаю но в любом случае первое временной цикла основной и главной даже в промежуточной модели уровень опять на трендовое или повторное тестирование уровня момента почему бы и не рассмотреть но мы имеем все шансы уже с текущих значений стартовать и буквальном смысле не дать хорошую качественную коррекцию для позиции байк доллар иена красота да и только более чем красиво аккуратная кульминация уровне момента здесь мы об этом уже наверное всю предыдущую неделю говорили после экспирационной кульминации в общем то все классно единственное что моя лимитчика не взялась была лимитчика на повторное тестирование после пробоя да я все-таки был небольшом замешательстве пойдем к балансу или уйдем от уровня пробоя кульминации т4 вот он т4 четкая кульминация да еще раз повторюсь но мы это на вебинаре в пятницу еще напомню всем раз два три четыре повторный тест поехали дальше цели все достаточно просто на текущий момент что можно сказать уровень макс плейна даже пробит и имеется проторговочка ну это опять же не основной фактор хотелось бы и обязательно войду но если мы повторно тестируем главный целевоориентир т61 136 22 и на углубление не забываем что модель потенциального углубления имеет просто колоссальную цель 127 90 и вспоминаем модель у нас глобального порядка на на недельке да то есть тут все нену не она у нас здесь да мы увидим на хорошую коррекцию вот наша вообще точка входа предыдущей недель 138 27 то есть тут важный момент как по мне заключается в том затормозим нет на т61 этой неделе если пробьем мы углубимся у нас целая ступень свободно где импульс усилится имею ввиду по времени вплоть до 130 82 может очень быстро пройти цена то есть вот небольшая загвоздка но в любом случае неделя нисходящего порядка даст нам приоритет на серьезнейшее такое глобальное и побоюсь этого слова снижение некоррекционная среднесрочная доллар франк доллар франк тоже по моему по плану идем к целевому ориентиру да здесь все хорошо т4 то же самое 1 2 . входа поехали и по факту снижаемся и уже по моему даже препятствий никаких нет можем импульсно быстро снизится до главной цели 0 94 22 торгует франк пожалуйста австралийский долларом на видел ребятки вчера пытались продать не спорю сделка нормальная можно было продавать до упирались макс пейну в принципе после достижения главного до 34 ну можно сказать что этот импульс выполненный этот вполне себе обоснованно пошли дальше по направлению дам 10 процентов ds месяца хотя неделя 49 и имеем в принципе на полноценные контракты что можно сказать на текущий момент ну по факту пробоя мы еще не видим его так такой часовой краткосрочный у нас есть цель 70 99 ступень углубления принципе 100 с лишним пунктов и максимально действующий контракт 7045 в общем то как бы почему бы и нет я лично не хочу входить такие позиции всегда жду правильного закрепления мы знаете как это выглядит и по факту ничего не буду делать доллар канада правильно быстро перевод без убыток от ложного сложного пробоя надеюсь многие также вышли со мной по был нет смысла просто видя как цена так скажем я ни на какие новости ассоциации не делал но по факту цена просто не хочет и подтвердила главный целевой ориентир т61 да почему бы не выйти был бы ничего страшного по факту углубляемся углубляемся последнем временном цикле следующий цикл у нас является уровнем 127 72 по моему да сегодня мы с высокой долей вероятности о достигнем вчерашнее поглощение дает нам неплохую точку входа до стоп здесь не интересны но по факту уровень текущего баланса является уровнем точки входа на ступень углубления то есть вот мысли вот сюда стопик спорят в принципе наложено сложно кому нравится такое соотношение думаю сделка будет очень хорошая и удачная золото до золото тоже очень классно красиво и как по мне болен так сейчас час 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 вот она тоже просто великолепное исполнение виду скрытый уровень на мода момент что и ожидалось до можете прослушать предыдущий обзор и основной момент как раз и заключается именно в этом понимании повторный тест прочное четкое закрепление тест дальнейший старт на углубление ну и в принципе даже без этого фактора можно было видеть паттерн на уровне баланса вполне себе обоснованная обоснованная точка входа по направлению модели по направлению импульса ради бога следующее что нас ожидает этот уровень это уровень 1750 обозначены еще в предыдущей неделе до при формировании восходящей модели потенциального углубления не думаю что мы сегодня повторно тестирую думаю цена пойдет вот таким вот образом уже и реализует последнем временном цикле можно будет для любителей контр тренда ловить неплохие коррекции но в любом случае параметры углубления не ограничивается т61 вплоть до 400 400 это у нас уровень 1802 нам xp не как раз да есть тут может цена расти очень хорошо долго интенсивно нефти нефть так что здесь можно сказать ну растем растем потихонечку выползаем и вчера подсказали даже чуть я не увидел модель действительно модель сложного расширения и и по факту мы идем к уровню т5 пока до 1000 ой 1105 18 уровень нижней границы баланса верхней 104 11 где будет с высокой долей вероятности коррекция пока ползем к этой цели в модели практически классического расширения и сыпи классно красиво четко великолепно аплодисменты смп раз-два реализация главной цели здесь есть также потенциал углубления но пока не пробили ну как бы говорить о следующем так скажем уровне я не буду до 4082 как пробьем так и увидим на текущий момент виднеется неплохая коррекция после реализации главной цели так ну и bitcoin да у нас также идет по тренду неплохо у нас синергия баланса и трендовая скажем помогла цене и по факту идем пока идем неплохо вспоминаем еще предыдущий импульс который образован у нас опа тут все хорошо даже более чем для роста и активных покупателей вот такой сценарий 22 500 поддержка на долгие долгие надеюсь времена возможно даже точка невозврата 26 36 тысяч очень будет реально для биткоина в общем-то все все благодарю всем желаю замечательного торгования отличного настроения и здоровья пока 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 пока